Всем привет! Я думаю, что вы вновь готовы к тому, чтобы начинать разбирать мои косметические iHerb завалы. Хочу вам показать декоративную косметику, которую я с успехом использую с 2012 года, которую я заказывала еще на iHerb. Начну, пожалуй, вот с этого блеска. Блеск для губ фирмы ELF. Интересная штука. Скажу так, что тон полностью соответствует тому, что мы видим на картинке в интернет-магазине. Вот так вот выглядит кисточка. Непривычно наносить блеск для губ вот такой вот кисточкой, но мне средство понравилось. Оно не пересушивает губы, не подчеркивает то, что губы могут быть обветренными или пересохшими. И хорошо блестит, хорошо выглядит на губах, натурально. При этом губы опрятные, губы яркие, губы хорошо смотрятся. Я хочу попробовать другие тона этого средства. Если они есть, если блеск представлен в разных цветах, я хочу, конечно же, поэкспериментировать. Потому что вот этот меня полностью устроил. Возможно, я его даже перезакажу, если он есть в наличии. Следующие два средства, которые я буду показывать, это такая черная гипоаллергенная тушь и обыкновенная коричневая тушь. У черной туши вот такая кисточка. Я помню, что я массово заказывала эти туши себе и для родных, потому что стоили они тогда, кажется, всего лишь 5 долларов. Это было 40 гривен, это была очень низкая цена. Эта тушь не водостойкая, но она хорошо наносится. Кисточка очень удобная. Если вы не ожидаете, что эта тушь за 5 долларов будет делать ваши ресницы суперобъемными, она вам подойдет, потому что красть она действительно хорошо. Я не могу сказать, что это суперсредство, но если вы ищете обыкновенную бюджетную тушь, то для вас этот вариант может подойти. Плюс к тому, она гипоаллергенная, что для многих людей очень важно. И у меня не было случая, когда бы у меня слезились глаза из-за этого средства. Вторая тушь, которую я вам буду показывать, кисточка у нее вот такая. Она мне меньше понравилась, потому что ее на моих ресницах практически не видно. Она коричневая, но она хуже ресницы красит. Она делает их менее объемными, чем, например, черная тушь. Она их практически не удлиняет. Поэтому я не буду эту тушь повторно заказывать. А сейчас несколько моих фаворитов. Пилочка для ногтей Эко Туз. Они стоили, кажется, 1 доллар шли. Две пилочки бамбуковые в наборе, но это лучшие пилочки, которые у меня были, которые я видела. Если бы я знала, что они потом будут отсутствовать, я бы, наверное, заказала себе несколько наборов прок. Но, увы, я этого не сделала. Они были очень удачными. И я надеюсь, что я их смогу найти на Алиэкспрессе. Потому что вот сегодня я поняла, что я могу эти пилочки, конечно же, искать не только на Экарбе, но и посмотреть в других магазинах. Так, повторюсь, что это, наверное, один из самых удачных товаров Эко Туз. Еще один удачный и очень бюджетный товар от Эко Туз это такая терка для пяток. Она уже в побитом состоянии, потому что я ее использую 4 года, но они также пропали с Айхерба. И это просто ужас, кошмар, потому что они крутые. Я помню, что помогала приятельница выбирать товары на Айхербе. Она выбирала также такие пилки для пяток, точнее терки для пяток. И она была в восторге, потому что то, что продается в наших магазинах, это не сравнится. При том, что тогда эти терки, они стоили дешевле. И кажется, я покупала по 8 гривен вот этот товар, но он просто божественный. Я его очень берегу, использую и надеюсь, я не потеряюсь среди своих косметических средств. Потому что вот эти вот терки Эко Туз, они действительно очень и очень качественные. Они преобразовывают ваши пятки за одно использование. Если у вас загрубевшая кожа, если есть какие-то натоптыши на ногах, на ступнях, если просто ноги нужно привести в порядок, вот эта терка, она вам поможет за одно применение. И ноги будут выглядеть очень и очень красиво. Вот этот пинцет розовый, это моя находка, это мое открытие и мой фаворит Сайхерба. Я обожаю этот пинцет, это мой второй пинцет уже. И я несколько штучек покупала на подарки. Когда мне мастер делала брови вот этим пинцетом, она поинтересовалась, где я такую крутую вещь покупала, потому что удивилась, что он очень хороший. Видимо, обычно люди, если приходят со своими пинцетами, то у них они не очень профессиональны. Этот пинцет, он именно позиционируется как профессиональный инструмент, и мне он очень подходит. Когда-то я заказывала Сайхерба вот такое средство для ногтей, для кутикулы. Это масло, которое проводит терапию вашим ногтям, которое оздоравливает их. Кисточка вот такая. Не могу сказать, что оно эффективное, но так как я покупаю сейчас в обыкновенных магазинах средства для ухода за ногтями, вряд ли я буду в ближайшее время покупать еще Нутранейл. Возможно, конечно, исключение. Я помню, что это средство действительно было эффективным, оно помогало, и мне оно нравилось. Вот такие пилочки для ногтей, это скорее мое разочарование, чем мой фаворит, потому что стоили они намного дороже, чем аналогичные пилочки, которые вот я показывала, и Катулс, но бамбуковые. Они недостаточно приятные для меня. Они, кстати, их было очень большое количество в этих наборах, просто многие я раздала, подарила. Они были вот так вот упакованы по размеру, это, кажется, остались самые большие. Еще был средний вариант и самый маленький вариант, но они мне не понравились, потому что мне есть чем сравнить. Я понимаю, что пилочки Экатулс конкретно мне подходят намного больше. Хотя, сейчас я смотрю, я поняла, что производитель у пинцета и у пилочек один и тот же, но пинцет гениален, а пилочки для ногтей просто обыкновенные, и вряд ли я буду их покупать еще. Однако, не хочу формировать у вас какое-то неправильное мнение, просто, возможно, мне они не подошли, а вам они подойдут прекрасно. О, а это вот моя любовь, это кокосовое масло. Я не знаю, сколько я банок, 5 или 6, приобрела кокосовое масло на iHerb. Оно было прекрасно. Это первый продукт, который я заказала в 2011 году, и он меня очаровал. Кажется, у меня еще на дне остатки такие засохшего масла остались, но я их уже не буду использовать, мне кажется, закончился срок годности. Это масло, оно очень приятно пахнет. У вас есть возможность выбрать ароматное масло или масло без запаха. Я всегда себе покупала масло с запахом, потому что мне нравится, как пахнет кокос. Я это масло использовала для масок. Я носила масло на волосы для того, чтобы их защитить, для того, чтобы ускорить их рост. И тогда мне помогало, потому что в тот период времени у меня были длинные волосы. Я считаю, что это масло очень мне многое дало. Во всяком случае, у меня нет никаких нареканий. Также его можно использовать для разных косметических процедур. Я думаю, что в ближайшее время я сделаю заказ, возможно, даже до Нового года, потому что сейчас на iHerb идут очень большие скидки. Кажется, 10% на всю продукцию. Кстати, если вы хотите делать свой первый заказ на iHerb, вы можете воспользоваться кодом, который я напишу внизу в инфобоксе. И вам этот код даст скидку 10% от суммы вашего заказа. Это Alba Botanica Acnodot Scrub Face & Body. Знаете, вот насчет боди, да, насчет лица, для меня этот скраб не подошел именно для лица, потому что у меня очень тонкая и чувствительная кожа. И он просто не то чтобы очищал, но он и ранил кожу. Для тела скраб идеальный. Он темного такого цвета. Вот уже даже ничего не осталось, чтобы я могла вам показать, к сожалению, как он выглядит. Но он хорошо скрабирует, хорошо очищает. Если вы хотите использовать его для лица, если у вас не тонкая кожа, а толстая кожа, вы можете попробовать. Мне он нравился, он приятно пахнет. И вообще, как бы, средства Alba Botanica, они обычно хорошие, достаточно удачные. Вот это у меня приятный сюрприз, потому что я нашла один целый спонжик Ecotools. Ecotools я люблю. Это, пожалуй, один из любимых брендов на iHerb. Я вам в каком-нибудь ближайшем видео специально сделаю тест-драйв маски и покажу вам, как можно использовать вот этот спонжик. Потому что, когда я для себя открыла спонжики с iHerb, я поняла, что я в них влюбилась. С ними намного лучше, приятнее смывать даже самые сложные маски, которые не хотят смываться. И учитывая то, что три спонжика можно купить за копейки, это достаточно выгодно. Кстати, одно время я покупала спонжики вот этой вот фирмы Anne-Marie Borland, но они ни в какое сравнение не шли со спонжиками Ecotools, хотя стоили намного дороже. Поэтому Ecotools мой фаворит. И в своей следующей посылке с iHerb я хочу заказать еще себе побольше спонжиков. В 2012 и 2013 годах я увлекалась заказом эфирного масла и растительного масла с iHerb. Вот это я вам показываю два эфирные масла, масло мяты перечной и масло розмарина. В первом я купила масло розмарина. Я читала много статей, что оно очень эффективно для ухода за волосами. Я поверила, купила. И я была в шоке, потому что оно пахло ужасно. Это был самый отвратительный запах, который я почувствовала. И я его отложила примерно на год. Спустя год, причем я его еще отложила, положила в самый дальний ящик, где бы оно меньше пахло. Спустя год я его достала, применила. И я поняла, что оно уже не такое отвратительное, как мне казалось, потому что действительно оно стимулировало рост волос. И вы можете понять, что вот учитывая то, что эфирное масло, оно добавляется капельками, оно у меня еще сохранилось достаточно хорошо, потому что его есть ровно половина. Ну, возможно, чуть-чуть меньше половины. И я буду его дальше использовать. А вот это масло мяты перечной, оно еще практически так же больше половины есть. Очень приятное. Мне нравится, как оно пахнет. Оно пахнет такой насыщенной, приятной мятой. Но есть один нюанс. Когда его наносишь в составе маски, даже если это пара капель, оно очень охлаждает кожу головы. И это иногда пугает, потому что ощущения достаточно странные. Вот вы чувствуете себя так, словно вы нанесли, наверное, какой-то охлаждающий крем. И это странно. Но потом вы привыкаете, потому что я поняла, что оно мне не вредит. Оно достаточно интересное. И вот эти два средства, я их планирую использовать впредь. Вот это одно мое разочарование. Ультра стик. Я покупала в столе на тогда бешеных денег. 20 долларов, кажется. И мне не понравился этот стик, потому что, возможно, он кому-то подходит, но у меня он просто оставлял ожоги. Понимаете, у меня очень чувствительная кожа, очень чувствительная. И она реагирует на такие средства. Я не думаю, что я буду это средство использовать, хотя оно полное и оно дорогое. Скорее всего, я его просто выкину. Потому что, во-первых, я не вижу, где у него срок годности. Возможно, бы я его сейчас попробовала применять, но я не хочу рисковать, потому что тогда оно мне не понравилось. О, а вот это вот очень приятная вещь для каждой девушки, которая любит готовить или любит подавать красивую еду. Я покупала вот такие вот штучки для кексиков, для маффинов. Вы их можете использовать. Честно, моя духовка не позволяет мне в них печь. Я пеку в силипоновых формах. Я думаю, что эти штучки, они не предназначены для того, чтобы в них печь тесто, да, печь пончики. Точнее, печь кексики или маффины. Но когда в силиконовых формах я испеку эти кексы, я беру вот такие вот бумажные подставочки и формочки и просто красиво их подаю к столу. Мне очень нравится. Вот это вот If You Care, так называется, фирма. Я хочу приобрести побольше разных интересных вещичек для дома и буду их показывать вам. Также ссылочку на эти бумажные прикольные формочки я вам оставлю внизу в описании в инфобоксе. Я помню, что когда я покупала их на iHerb, эти формочки были очень разных размеров, поэтому вы можете подобрать то, что вам лучше всего подходит. Еще одно мое не то чтобы разочарование, но моя симпатия чуть-чуть приутихла к этому мылу. Вначале оно мне показалось достаточно интересным. Я помню, что я покупала такое мыло на подарки, но потом оно меня немного разочаровало, то ли я привыкла, но я не вижу в нем чего-то сверхъестественного. А я привыкла покупать те товары с iHerb, аналогов которым я не могу найти в своих обыкновенных магазинах, в обыкновенных магазинах своего города. Поэтому я планирую в ближайшее время использовать это мыло, но вряд ли я буду покупать что-то из этой серии опять. Хотя она по-своему интересная и на основе глицерина. У меня осталось только два средства. Прежде всего это Calibri Closset Therapy. Очень прикольная штука, сандаловое дерево и специальный крючочек. Вы должны повесить этот пакетик в шкаф среди одежды, и он будет очень приятным ароматом пропитывать весь ваш гардероб. Я повесила этот пакетик, наверное, в 2013 году, и честно я забыла, что он у меня есть. Но я хочу сказать, что нашла его, когда делала уборку. Он очень хорошо сохранился, аромат очень приятный, и со временем он не утих. Помню, что я даже покупала стелечки этой фирмы для того, чтобы ароматизировать обувь. Достаточно прикольные штуки. И финальная вещь, которую я вам хочу показать, это нитка для зубов Desert Essence. Она у меня испортилась, осталась уже совсем чуть-чуть, поэтому я вам специально вот здесь хочу показать, как она выглядит. Она достаточно интересная и пропитана маслом чайного дерева. Я хочу себе заказать некоторые нитки для зубов, потому что в моих магазинах стоят неприлично дорого, 70 гривен кажется за зубную нить, я считаю, что это дорого. Найхерб я могу найти за 2 доллара достаточно интересные и намного более необычные зубные нити. Я думаю, что они даже полезны для использования, удобны и более удобны для использования. Я хочу попробовать мятную нить, а не с ароматом чайного дерева, потому что для меня вот это вот достаточно сильный все-таки запах. Если вы планируете делать на iHerb первый заказ, обязательно используйте реферальный код на скидку. Это позволит вам сэкономить 10% от стоимости вашей покупки. И, кстати, сейчас на iHerb рождественские распродажи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова